Шаббат шалом, дорогая община. Перед тем, как начать, я хотел бы задать вам один такой вопрос. Как вы думаете, как правильно молиться, что нужно правильно делать, чтобы человек исцелился? Есть ли какие-то определенные действия, которые всегда должны быть? Как вы думаете? Окей. Давайте посмотрим, как это делал Ишуа. Рассмотрим одну главу, восьмая глава Матфея. С первого же стиха речь идет о прокаженном, который подошел к Ишуа. Он его просил, и он сказал, Ты ведь сможешь меня очистить, стоит тебе только захотеть. Ишуа протянул руку, прикоснулся и сказал ему очистись. В данном случае работала вера Ишуа, и он коснулся его. В пятом стихе речь пошла уже о слуге Центуриона. И здесь Ишуа восхитился верой этого Центуриона, потому что он практически сказал, только скажи и будет, даже не надо приходить ко мне. Ишуа восхитился этой верой и сказал, что по вере его, то есть слуга тот был исцелен. Ишуа тут никого не касался, просто вера этого человека, который пришел, исцелила его слугу. В 14 стихе Ишуа пришел в дом Петра, и там была теща его, у которой был жар, и она лежала. Он просто коснулся ее, ничего не сказав, она встала, и жар сразу исчез. Чуть дальше, в других главах, будет и парализованный, которому он сказал, прощаются тебе грехи твои. И женщина, страдающая кровотечением, которая просто коснулась его одежды. И каждый из этих случаев, он разный. Но есть что-то, что объединяет их все. Это вера. Вера это то, что произвело исцеление в жизни этих людей. Иногда это была вера этих людей. Иногда это была вера Ишуа. Иногда это была вера людей, которым не безразличен был тот, кто нуждался в исцелении. Везде мы встречаем такие слова. Пусть будет тебе по вере твоей. Тебя спасла вера твоя. Но если мы... И вера всегда, она производила какое-то действие в жизни людей. Но были в восьмой главе те, кто мог что-то получить, но не получил. Я хочу прочитать с Матфея, восьмая глава, с 28 стиха. Когда Ишуа перебрался на другой берег, в окрестности Гадары, навстречу ему вышел из могильных склепов два одержимых бесами. Они были такими свирепыми, что никто не решался ходить той дорогой. «Что тебе до нас, Сын Божий? Ты пришел сюда раньше времени мучить нас!» Закричали они. Вдали паслось большое стадо свиней. Бесы стали просить его. «Раз ты нас изгоняешь, пошли нас в это стадо свиней!» «Идите!» Ответил он. Бесы, выйдя, вселились в свиней. И в тот же миг все стадо рынулось в круче в море. И утонуло в его водах. Свинопасы бросились бежать. Добравшись до города, они рассказали обо всем и о том, что произошло с содержимым тоже. И вот весь город вышел навстречу Ишуа. Увидев его, они стали просить его покинуть их края. Что тут видно? Ишуа направлялся в эти окрестности, окрестности Гадара. И он явно хотел что-то сделать там. Наверняка там бы были исцеленные, такие же, как были до этого в другом городе. Но вышел народ из этого города и стал просить его покинуть. Что произошло? Почему они так поступили? Почему они так сделали? Окрестности Гадара, вообще сам город Гадара, он периодически населялся разными людьми. Ближе к временам Ишуа туда часто переселялись греки. Во времена Римской империи уже в это время там вообще было очень много. И это был большой, крупный, хороший, процветающий город. И так как там было много людей, много разных людей, в том числе там наверняка жили евреи, потому что однажды иудейские цари захватывали этот город. Там были наверняка и все идолопоклонничества, все виды религий, которые существовали тогда. И понимая, они жили рядом с евреями, они жили рядом с Израилем и знали и понимали их закон, их традиции. И знали все меры наказания за то или виною проступки в законе. Свиньи — это нечистое животное, которое не употребляли евреи. Увидев, что произошло с нечистым, их просто охватил страх. Потому что наверняка у каждого из них был свой скелет в шкафу. Они стали бояться, что произойдет с ними, если такое произошло уже со свиньями. Ими овладели сомнение и страх. Это то, что остановило ту веру, которая могла изменить их жизнь. Их страх был такой сильный, что они просто просили его уйти. Они не настаивали, они не прогоняли, они просили. Он мог, как и раньше, пройти сквозь толпу и пойти дальше и сделать то, что он хотел там делать. Но он знал, что там, где страх, нет места веры. И он знал, что пока ему там делать нечего. Немного раньше этого, когда он плыл в лодке вместе с учениками, и начался шторм, и ученики начали кричать, а он спал. Он им сказал, почему вы такие трусливые маловеры? Трусость — это страх перед чем-то. Выходит, что он сразу определил, что там, где есть страх, там нету веры, мало веры. Я хочу рассказать одну историю из моей жизни. Однажды мы ездили в такое увлекательное путешествие всей семьей. Это было путешествие веры. И где-то в середине его, когда мы уже собирались домой, мы находились где-то в полтора тысячи километров от дома. Как я говорил, это было путешествие веры. У нас уже заканчивался срок аренды квартиры, которую мы сняли. Это было на берегу Азовского моря, недалеко от христианского феста, на который мы, собственно, приехали. И мы молились и читали слово с женой. Просто потому, что в баке было пусто и горела лампочка бензина. Ну, а в кармане у нас ничего не было. Мы верили и стояли, что Бог что-то сделает в нашей жизни. И каждый из нас получил свое слово, когда мы читали по раздельности. Но каждая из них означало одно и то же. Что верующий в меня и уповающий на меня никогда не постыдится. мы это приняли и верили и стояли на этом. Но в моей голове, как в главе семейства, были еще дополнительные мысли. Я думал, но все-таки, если что-то не получится, там фест, который находился, он был в каком-то расстоянии от города. Я думал, там периодически нужно такси, я буду подвозить людей, подзаработаю, и мы по-любому уедем. Это было моей самой большой ошибкой. Я пустил в свой разум сомнения. Несмотря на то, что до этого всю дорогу и все время мы видели руку Божью на нашей поездке. Когда мы собрали все вещи, вышли и сели в машину. Я завел, на ней все еще горела лампочка, бензин не стал, полный бак. Я нажал на педаль сцепления и она провалилась. У машины полностью пропало сцепление. Это означало, что никакого такси не будет. я ковырялся очень долго, ничего не помогло. И потом уже остальная история, но самое главное в ней то, что Бог все равно позаботился о нас. но сомнения не дали произойти тому чуду, которое могло произойти. Нам не всегда нужно поступать правильно, чтобы получить помощь от Бога. Но есть важные вещи, которые нам нужно делать, чтобы иметь что-то в своей жизни. мы должны осознать, что мы не идеальны. Но Бог нас прощает и любит. Он знает все ошибки, которые мы еще не совершили, но совершим. Но тем не менее Он все равно готов нам помочь и знает и идет дальше с нами. мы часто когда просим кого-то помочь, мы когда кто-то думаем, что кто-то помолится за нас и мы исцелимся. Кто-то другой, но не я. Мы знаем себя лучше, чем кто-то другой. Мы знаем все, что в нас не так и что не соответствует и почему Бог не может сделать что-то в нашей жизни. Но в том-то и дело, что концентрируясь на своих слабых сторонах, мы никогда ничего не получим. Мы должны сделать акцент насильным. Только практическое применение слова даст реальный результат в нашей жизни. не нужно бояться, что что-то не получится. Не нужно думать о том, что я недостоин этого. Нужно брать и идти и что-то делать. Шаг за шагом. если это сравнить как-то с нашими привычными нашими вещами в жизни, я бы сравнил это с тренировками в тренажерном зале. я могу подойти к штанге 200 килограмм, провозголосить, возложить на нее руки и громко сказать с верой, что я ее подыму. Но если я до этого не подымал даже 50 килограмм, скорее всего я ее даже просто не оторву от земли. Но если я буду каждый день или хотя бы в каком-то порядке, постоянстве заниматься с малого, выше, выше, в один день я приду и 200 килограмм я подыму. Также и вера. она не приходит сразу на 200 килограмм. Но если вы не начнете подымать 5 килограмм, вы никогда не подымите 200. Больше всего об таких вещах знает Израиль. Мы часто боимся то, что если мы начнем двигаться в сторону веры, то придет куча проблем, куча искушений, какие-то навалятся на нас страшные дела, которые мы не сможем перенести. Мы сразу вспоминаем историю про Иова и у нас пропадает всякое желание. Но дело в том, что Бог не посылает нашу жизнь проблем. Он не посылает искушения, болезни. Но Он допускает их. И допускает их не потому, что Он этого хочет, а потому, что мы не делаем то, что нужно делать, чтобы они не были допущены в нашу жизнь. Но несмотря на это Он не допускает их выше наших сил. Возможно многие вещи в нашей жизни они вообще достойны смерти. Но она не приходит, потому что Бог ограничивает. если бы Израиль на пути к своему призванию сразу пошел исполнять свое предназначение, куда его направил Бог, скорее всего Израиля бы уже не было. Они не были готовы после Египта сразу пойти воевать с народом живущим в земле, которую обещал Бог. У них не было достаточно веры и упования на Бога. Поэтому Он направил их в пустыню. Там они менялись, укреплялись. Но те, кто допускал страх в свою жизнь и основывал ее на нем, они умерли в пустыне. А те, кто основывались на вере, они вошли в свою землю. И это стоило того. Я думаю, мы как никто знаем об этом. В заключение я хотел бы прочитать что из евреев 11 главы в первом стихе. вера же есть осуществление ожидаемого и уверенно в невидимом. Я думаю, мы как никто все знают этот стих. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни осуществлялось ожидаемое и быть всегда уверенным, что оно осуществляется, несмотря на то, что мы его не видим, тогда нам нужно знать того, кто это ожидаемое осуществляет. Я вас хочу вдохновить искать Бога и общаться с Ним. И тогда все остальное в нашей жизни выстроится само. я еще хотел быстро рассказать одно свидетельство, которое рассказали мои знакомые, живущие в Кармиеле. Это нам напоминание, что Бог всегда рядом и он знает, что нам нужно подождать. они девять лет последних жили в своей квартире, которую снимали, не своей, съемной. И последний месяц, когда они там жили, женщине этого семейства, пришло слово, что это последний год, когда они там живут. Через какое-то время ей позвонили из Ирии, ну или какая-то другая организация, я не знаю, кто это был. И ей сказали, что мы тут разыгрывали лотерею среди семей, у кого пятеро детей, но который не положен на это. Они никогда не стояли на очереди на какую-то квартиру или вообще в какой-то очереди. И сказали, из 1300 семей вы первые. Придите и заберите ключи от вашей квартиры. Мы иногда не знаем, но Бог имеет что-то для нас, даже когда мы у него уже перестали просить. Все приходит, у каждого свой путь. Надо только верить и двигаться дальше. Амен. аппетит. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...